Урок 16. Задача первая. Упростите выражение. Надо раскрыть скобки, а затем привести подобные слагаемые. Как раскрываются скобки? 6х надо умножить на х квадрат, будет 6х в кубе. Затем 6х на минус 2. Будет минус 12х. Затем, раскрывая скобки, получаем минус 3х квадрат плюс 3х куб минус 5х квадрат и плюс 35х. Давайте приведем подобные слагаемые. Подобные слагаемые – это такие слагаемые, которые имеют одинаковую буквенную часть. 6х в кубе плюс 3х в кубе – это 9х в кубе. Минус 3х квадрат и минус 5х квадрат – это минус 8х квадрат. Минус 12х до плюс 35х – это 23х. плюс 23х. Вот таков ответ. Задача вторая. Найдите значение выражения, если х равен минус 2, а у равен 1. Давайте раскроем скобки. Получится вот такое выражение. Причем подобных слагаемых нет. Давайте теперь сразу подставим. Вместо х – минус 2, а вместо у – единицу. При умножении на единицу значение не меняется. 1 в четвертой степени – единица, 1 в первой – единица, 1 в квадрате – единица, 1 в кубе – единица, 1 в квадрате – единица. Здесь тоже единица. Единицу можно не писать, потому что от умножения на единицу значение произведения не меняется. Так, 3 надо умножить на х в квадрате. х равен минус 2. Минус 2 в квадрате – это 4. Значит, будет 3 умножить на 4. Здесь надо прибавить 3, умноженное на минус 2. Затем минус 2 умножить на минус 2. Минус 2 умножить на минус 2. Затем надо отнять минус 2 в кубе. Минус 2 в кубе – это минус 8. Отнять минус 8. Все равно, что прибавить 8. И плюс 4. И выполнить умножение, а затем найти значение вот этого выражения. Получится 26. Задача третья. Решить уравнение. Как решается уравнение? Сначала надо раскрыть все скобки. Множитель, стоящий перед скобками, на основании распределительного свойства умножается на первое, а потом на второе слагаемое в каждой скобке. Так, что получится? Получится слева вот такое выражение и справа. В левой части равенства надо записать все слагаемые с множителем х, а в правой части просто числа. Затем надо упростить. Слева получится минус 14х. Минус 14х слева, а справа – 5. Теперь, чтобы найти х, 5 надо разделить на минус 14. В виде конечной десятичной дроби ответ не получить. Ответ записываем так. В виде обыкновенной дроби. Минус 5,14. Таков корень данного уравнения. Задача четвертая. При каком значении х значения выражений равны? То есть надо приравнять вот это выражение к этому, раскрыть скобки, решить уравнение и назвать значение х. 6х перенести с правой части в левую, при этом поменять знак на противоположный. А единицу перенести слева направо, тоже поменять знак на противоположный. Упростить. Получится слева минус 7,4 умножить на х, а справа минус 4,3. Чтобы найти х, надо минус 4,3 разделить на минус 7,4. И ответ записываем в виде обыкновенной дроби, потому что конечная десятичная дробь здесь не получится. Ответ будет 43,74. Таков ответ. Задача пятая. Половину пути мотоциклист ехал с намеченной скоростью 50 км в час. Затем задержался на 15 минут. Чтобы наверстать потерянное время, он увеличил скорость на 10 км в час. Каков весь путь? Давайте половину пути обозначим за х. Х километров – половина пути. Половину пути он едет со скоростью 50 км в час. Время – х делить на 50. Вторую половину пути он едет со скоростью на 10 км в час больше. Это 60 км в час. Время в пути меньше. Насколько? Вот это время будет меньше, чем это время. На 15 минут. 15 минут – это 1 четвертая часть часа. Теперь осталось решить это уравнение. Приводим к наименьшему общему знаменателю 300. Причем к наименьшему общему знаменателю 300 приводим не только левую часть равенства, но и правую. Получится 6х делить на 300 минус 5х делить на 300 равняется 75,03. Так как знаменатели одинаковые, знаменатели можно отбросить и выполнить действие с числителями. 6х минус 5х – это 75. Значит, х равен 75. Это половина пути. А весь путь в два раза больше. 75, если умножить на 2, получится 150 километров.